Здесь оперируют нано и пикосекундами. Человеку почувствовать такую точность не дано. По атомным часам Института радиотехнических измерений сверяет время вся страна. Национальная шкала времени, которую мы здесь формируем, она имеет характеристики, то есть погрешность, накапливаемая за сутки, составляет приблизительно несколько стомиллиардных долей секунды. Чтобы атомные часы убежали вперед или отстали на секунду, должны пройти миллионы лет. В повседневной жизни обычному человеку такая точность ни в чем. Главные потребители талонного времени – сотовая связь и навигация. Вот если мы хотим с помощью ГЛОНАССа, допустим, глобальной навигационной системы отечественной, определять свое местоположение с метровой точностью, это значит, что вся система должна работать с погрешностью 1-2 миллиардных доли секунды. Атомному времени столько же лет, сколько и космонавтики – полвека. Бурное развитие квантовой физики привело к тому, что в середине 20 века появились первые атомные часы, а Международный комитет по мерам и весам принял решение перейти на атомный стандарт. Вот он, современный талон времени, цезивый репер частоты, прибор за стеклом. Заходить в комнату нельзя, чтобы внешний мир не мешал работе. Ну а если говорить о точности, то речь идет о 10-миллионной части миллиардной доли секунды. Даже выговорить сложно. Казалось бы, что еще может быть точнее в природе? Оказывается, может, нейтронные звезды. Пульсары или нейтронные звезды – это то, по что превращаются звезды после своей гибели. Взрываются, быстро закручиваются, появляется шар с железной оболочкой и огромной силой притяжения, излучающей волны. Вращающееся магнитное поле, сильное, создает электрическое поле. Электронные движутся, ускоряются, а где-то тут счастливый наблюдатель их видит. Поскольку это вращается, то происходит с периодом вращения, импульсы поступают. Пульсары открыли английские астрономы в 1967 году. Информация долго была секретной. Думали, что это сигнал внеземных цивилизаций. Ведь не могут природные объекты давать радиосигналы, которые повторяются со строгой периодичностью. Привлекали даже шифровальщиков. Если бы мы захотели с кем-то вступить в контакт, например, можно передавать какое-то осмысленное сообщение. А можно подавать позывные. Позывные никакой информации не несут, но говорят, мы есть. Какие бы позывные тогда сделали? Импульсы вот такие, периодически следующие, которые вроде бы в жизни не должны образовываться. Если бы пока не открыли пульсары, так думали. Идею использовать пульсары для сверки земных часов предложили российские ученые. Точность звездных импульсов превосходит атомный талон на несколько порядков. Получается, что вскоре на вопрос, который час человечеству будет отвечать Вселенная.